Сущность христианства Второе, что утверждает христианство, только христианство утверждает, что Бог есть любовь. Что мы читаем в Священном Писании? Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного дал, что всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И третье понимание сущности христианства состоит в том, что без Христа нет церкви. В чем же сущность нашей жизни? Бог нас сотворил для вечной жизни. Потому что Бог есть Дух. Бог – это не дедушка с бородой. Бог – Дух и сотворил человека духовным по образу и подобию своему. Мы сотворены для вечной жизни. И у первых людей, у первых людей, Адама и Евы, тело было светящееся, тело было другого качества, не такое, как у нас с вами. У нас сегодня кожаные ризы после грехопадения. У нас тело животных. Адам и Ева питались травами, сеющими семя, плодами, сеющими семя. А мы питаемся сегодня кровью убиенных животных, рыб, птиц. В чем сущность грехопадения? Сущность грехопадения заключается в том, что для Адама и Евы, которые жили в раю до грехопадения, на первом месте был Бог. Они ходили пред Богом. Ной ходил пред Богом. Авраам ходил пред Богом. Лот ходил пред Богом. И всякий человек, который верит в Бога, верит Богу и любит Бога, ходит пред Богом. Он дышит Богом, он движется Богом, по слову апостола Павла. Всякий человек, который не живет Богом, он живет телом. Мы с вами после грехопадения стали телесными людьми. На первое место переместилось тело. А наше тело взято от плоти земной, от тела земного, то есть от живой материально-вещественной планеты Земля. Если мы живем с вами телом, мы прикрепляемся к материальной планете Земля. Если мы живем по духу Божьему и с Богом, мы становимся людьми духовными. Господь говорит, не бойся убивающих тела. Души же немогущих убить. Не бойся убивающих тела. Вот где весь смысл. Все наши страдания, мы страдаем за наше тело. Заболели – страдаем, не доели – страдаем. Мало одежды – страдаем. Нам нужно жилье для тела. Нам нужны одежды для тела. Нам нужна обувь для тела. Нам нужна пища для тела. Нам нужно зрелище для тела. Потому что в теле нашем чувство, в теле нашем рациональный ум от мозга нашего – это другое дело, это не Дух Божий, это рациональный ум. Поэтому, когда мы говорим с вами о приоритете тела или приоритете Духа, Господь нам говорит, должен быть приоритет Души. Душа переводится на наш язык жизни. И Господь нам точно отделяет Душу и значение Души от тела. Какой выкуп даст человек за Душу свою и добавляет для тех, кто любит материальный мир? Если человек приобретет весь мир, весь мир, а Душе своей повредит, то нет в том никакой пользы. Почему мы не должны иметь приоритет тела? Только по той простой причине, что тело дается нам на короткое время. Как наша одежда разрушится, как наша обувь разрушится, как наши дома разрушатся, асфальт разрушится, города разрушатся, все рухнет в то, что есть материальное. Если мы прикрепляемся к материальному, мы тогда будем только жить временно, чуть-чуть, короткое время. А Господь нас сотворил для вечной жизни. И тогда в христианстве встает вопрос, как нам быть. И Господь нам что делает для церкви? Устанавливает пост. Воздержание для глаз, чтобы наши чувства не смущали тело и душу. Для ушей, для языка нашего, для желудка нашего и для половой функции. Он нам дает успокоение. Четыре больших поста и два постных дня в течение седмиц. Больше двухсот дней поста в течение года для христиан. Когда наступает Великий пост, мы знаем, наступает великая радость нашей жизни. Лучшего времени в жизни христианина, чем Великий пост, нет. Особое чтение и самое главное, мы тело отпускаем в отпуск. Мы телу даем отдохнуть. Все силы у нашего организма уходят на переработку пищи. Поэтому сегодня мы трудимся напрасно. Мы столько сил тратим напрасно на переработку ненужного количества пищи. В четыре, пять, шесть, семь раз больше едим, чем нам нужно. Все для тела. Посмотрите, базары, рынки. Поэтому сегодня великая тайна нашей жизни. Именно на примере мучеников. И так напоминаю еще раз. Христос говорит, не бойтесь убивающих тела. И еще добавляет, как мы сказали, что если человек весь мир приобряющий, а душе своей повредит, то нет в том никакой пользы. Что такое ад? Ад что такое? Когда душа наша привыкла жить для тела, когда она зависит от тела и его потребностей, когда наша душа прилепилась к нашим чувствам страстным и порочным, когда наша душа прилепилась к безумной воле, блуду, чреву, угодию, тщеславию, тогда, когда душа выходит из тела, она уже не может жить без этого. Если человек был сребролюбивый, она ждет, ищет денег, а денег нет там в том царстве. Если она привыкла есть день и ночь, она ищет пищи, она жаждет пищи, страстная душа. А там в царстве Божьем нет пищи. Вот в чем вопрос. Душа ищет то, к чему она прилепилась. Тщеславная, завистливая, сребролюбивая, чревоугодливая. Поэтому Господь говорит об освобождении души от тела. Душа не должна зависеть от потребностей тела. В чем сущность образования? В чем? Сущность образования заключается в следующем. Если я своей волей не сумею укротить свое тело, бесполезная моя жизнь, тогда тело будет мной управлять. Если мы с вами, ребенка, не сумели приструнить его тело, его выходки, то этот ребенок потом нами будет управлять. Поэтому сегодня у нас нет никакого образования. Ни материнской школы нет, ни отцовской школы нет, ни родовой школы нет. А нас дальше ожидает кончина тела. И мы не знаем, сколько мы проживем на земле. Мы умираем не по старости. Лермонтов дожил только до 27 лет, а Пушкин только до 38. Поэтому речь идет о другом совершенно. Мы не знаем, когда Господь нас заберет. А вот это тайна. Ибо к каждому из нас представлен ангел-хранитель, который видит, созрели мы с вами или не созрели. Если созрели, наша душа забирается к Богу. Если мы сгнили с вами, а что, гнилое яблоко может разве удержаться на дереве? Да нет, гнилое яблоко упадет. И вот сегодня мы вспоминаем удивительную личность великомученика-целителя Пантеримона. Удивительная. Он жил в такое непростое время, наше время сегодня райское. Поэтому сегодня мы говорим, что время наше лучшее сегодня для церкви. Сегодня время для миссионерской деятельности. Лучшее время, какое когда-либо было. А время целителя Пантеримона. Начало четвертого века. Новой эры. От Рождества Христова. Но мало того, что у него было время еще начальное, было еще и другое время. Он жил в Никомедии. А там правило в это время Максимиан, император. Он начал править с 311 года. И вот этот человек, который правил, в его время было особое количество мучеников. Один раз он сразу сжег 20 тысяч христиан. 20 тысяч. 20 тысяч. Немыслимо. Он был верен традициям своего языческого рода. Он жил просто в традициях того народа, в котором он родился. Он поклонялся тем богам, которым поклонялись все его предшественники. Он был нормальный человек в свое время. Стал императором. И он действовал так, как от него ожидал и обязывал его традиция. Что такое традиция? То, что было, есть и будет всегда. Независимо, кто правители, какие законы, традиция народа. Поэтому сегодня мы говорим, что Пантелеймон жил в такое время, не просто начальный период христианства, когда больше миллиона мучеников было. Он еще жил во время императора Максимиана. Вот, отвечал вошелся. Он не просто жил в его время. Ему пришлось еще с ним соприкасаться. С самим императором. Кто же такой Пантелеймон? Когда я вам говорю о каком-то святом, об апостоле, о тех, кого мы почитаем в церкви, я всегда вам говорю, обращайте внимание на родителей. Особенно на мать. Сегодня мы не имеем материнской школы. Сегодня матери не знают, что делать с детьми. Поэтому сегодня матери не выполняют свою функцию. Они убивают детей. Много абортов делают. Спокойно делают аборт. Мать. Материнская школа первая. Жень, девочек, нужно особым образом воспитывать. Особым образом воспитывать. Сегодня нет воспитания именно для девочек. Сегодня девочки почти что ничем не отличаются от мальчиков. Поэтому сегодня мы с вами говорим о чем? Мы говорим сегодня о чем? Мать была какая у него. И какой был отец? Итак, целитель Пантелеймон имел мать-христианку. Вот в чем вопрос. Отец язычник. Отец Евстогрии. Мать Евула. И вот теперь начинается эта тема. Не просто мученичество, а его созревание, его возрастание. Мать воспитывает его в христианском духе. А отец язычник делает свои дела, живет свои жизни. Не мешает матери его воспитывать. Но когда приходит определенный возраст, Как я вам сказал, сначала школа материнская, А потом начинается школа отцовская. И как только ребенок пришел в определенный возраст, В отрочество, отец его отдал в школу грамматическую. Отец позаботился о его хорошем образовании. И когда он увидел, что ребенок способный учиться, Тогда он после учебы отдал его учиться врачебному делу. Потому что врачебное дело приносило хорошие плоды. Это было уважение у народа. Врачи имели, и самое главное, деньги. Они имели много денег. Он отдал его на врачебное искусство. И неожиданно этот самый Пантелеймон стал показывать очень хорошие плоды. Вот это очень важный момент. Именно здесь он прикрепил его к хорошему врачу. Врач хороший у него был. Ефросин. И вот этот врач, который был даже при дворе императора. Он был необычный врач. И он всему научил, чему можно только научить этого своего ученика. Конечно, он учил его за деньги. Отец платил деньги. Но в скором времени происходит нечто. Когда Ефросин приходит во дворец императора, где он является врачом не только императора, но и двора императорского, всех приближенных императора, то есть человеку отдал отец хорошему, врачу известному, знаменитому, скажем, то с ним всегда ходит вместе и Пантелеймон. Он тоже с ним бывает. И император однажды обратил внимание, и Ефросин спросил, кто это с тобой? Он говорит, это мой ученик Пантелеймон. Поэтому император знал Пантелеймона. Все хорошо. Но происходит нечто. Он остается человеком, наученным своей матери. И, видимо, Господь, по молитвам матери, как когда-то по молитвам матери Блаженного Августина, как по молитвам матери Григория Богослова Нонны, как по молитвам матери Василия Великого и других матерей, которые воспитали своих сыновей, замечательных сыновей, которые стали удивительными, уникальными личностями в христианстве, так и здесь, видимо, по его молитвам, по ее, Господь посылает ему встречу. Он встречается однажды с Ермолаем, старцем Ермолаем, как называет его Дмитрий Ростовский, старец Ермолай, священник христианский. И вот этот христианский священник так наставляет его в христианстве, он дает больше, чем его мать дала. Мать ему дала только веру, а он его посвящает в самой сущности, в самой сути христианства. Он ему дает веру непоколебимую Христа. Он ему открывает тайну вечной жизни. Он ему открывает тайну Царства Небесного. Он открывает ему тайну плоти и тайну души, и тайну духа. Вот это самое главное. И дальше мы видим с вами уже вот это. Он уже научен Ермолаем. И теперь у нас уже другой врач появляется. Он уже врач не телесный. Он врач нерационального ума. Он не врач не опыта врачевания. Кстати, у языческих врачей Римской империи были свои врачи, так называемые их покровители, и Скулап, и другие Зевс, боги, к которым обращались вот эти самые врачи время от времени. Для них совершались особые службы, приношения особые, чтобы обложить этих богов, бесов. И вдруг появляется целитель другой, христианский целитель. И он уже творит не просто лекарствами, не просто травами или камнями, не просто голоданием или сыроедением. Он начинает творить молитвой. Он призывает тех, кто к нему приходит, он призывает их к одному. Уверуйте в Христа, и вы исцелитесь. Вы знаете, я вам открою маленькую тайну. Мы плохо знаем первое христианство первых веков. Если бы мы знали и христианство первых веков, мы тогда поняли, какими мы должны быть христианами. Мы близко не приблизились к этому. Христианство первых веков было очень реальным. Они все знали, что они будут мучениками. Поэтому там не было лукавых. Поэтому речь идет о первых веках. Там не нужно было монашество. В нем не было никакой нужды. Потому что каждый христианин не знал, в какой день его лишат жизни. Это страшное время, пострашнее нашего времени большевистского. Большевистское время страшное, жуткое. Но то время еще страшнее. Больше миллиона мучеников, как я сказал вам. И вот в этот момент и совершается вот это главное. Теперь по его вере Пантелеймона, по его непоколебимой вере, начинают совершаться такие чудеса, которые не могут совершить вот эти языческие врачи. Тогда начинается у них зависть к нему. А к нему народ идет со всех концов, как к Христу. Как за Христом ходили тысячи тысяч людей, так и к Пантелеймону идет. Огромное количество людей. Что происходит? Остается язычником его отец. Но однажды приходит к нему слепой. И отец присутствует здесь в доме. И когда слепой вошел в дом, и ввели его в дом к Пантелеймону, то Пантелеймон спросил, что ты хочешь? И слепой сказал, я хочу увидеть мир, хочу увидеть свет. Отец сказал своему сыну, сын мой, что ты хочешь делать? Он уже тебе сказал, что он обращался ко всем врачам, и ему никто помочь не может. Ты же сделать ничего не можешь. Но сын не обращает внимания на слова отца и обращается к слепому. И говорит ему, сейчас ты увидишь свет. Тебе нужно совершить только одно действие. Уверовать в Христа. Если ты сейчас уверуешь в Христа, ты прозреешь. Отец говорит ему, сын мой, ты безумные слова говоришь. Кто может прозреть? Он слепой. Ему не могли помочь наши врачи. Но Пантелеймон продолжает настаивать. Ты только уверуя в Христа, и Христос вернет тебе зрение. И тот сказал, я верю в того Христа, о котором ты мне говоришь, хотя его не вижу. И смотрите, что совершается дальше. Пантелеймон обращается к Господу. Он ему, к нему обращается молитвой. Он умоляет и просит его, Господи, исцели этого человека, как ты когда-то исцелял слепых. И вдруг неожиданно этот человек прозрел. И когда отец его увидел это, отец сказал, я отрекаюсь от всех своих богов, в которых я когда-то верил. Это была, наверное, самая большая победа Пантелеймона. Он привел отца своего к кресту. Если бы мы с вами привели наших родителей к Богу, мужей, жен, детей, какое счастье было бы. Но мы мучаемся столько. У нас слабая вера, очень слабая вера. Поэтому мы не можем это сделать. И так мы видим с вами следующее. Отец не только уверовал, и этот человек прозревший уверовал. Но Пантелеймон сказал Ермолаю, чтобы их покрестили. И отец был крещен, и этот слепой был крещен. Как я сказал, что когда мы говорим слово зависть, кто-то нам завидует. И нам сегодня завидуют. Мы кое-чего не понимаем. Кто завидует? Мы думаете, люди завидуют нам? Да нет, бесы завидуют. Когда они видят, что мы много молимся, они начинают завидовать нам. Потому что если мы молимся, то мы можем попасть в Царство Небесное. Потому что мы призываем благодать Святаго Духа. Если мы с вами исповедуемся, разве это будет радость бесам? Они же не могут покаяться уже. Они покаяться уже не могут. Они так останутся такими же навсегда. Для вечной жизни будут в аду. И когда бесы видят, что мы с вами молимся, исповедуемся, причащаемся телу и крови Господа. Когда мы читаем жития святых, Священное Писание. Когда мы прощаем тех, кто нас обижает, бесы восстают против нас. И что они тогда делают? Мы же их не видим. Это энергетические единицы. Они тогда настраивают кого-то. Они могут жену настроить против мужа. Они могут мужа против жены настроить. Они могут детей против родителей настроить. Поэтому сегодня мы обращаемся к этому. и здесь тоже бесы возбуждают сердце императора. Возбуждают сердца тех, кто его учил врачебному делу. И самое главное врачей восстанавливают против него. Дальше все совершается так, как совершалось всегда. Как было с великомученицей Екатериной, великомученицей Варварой, мученицами веры, надежды, любовью, матерью Софии. Со всеми. Все было так, как всегда. Если мы с вами говорим о мучениках, то я вам скажу сегодня, мы ничего не понимаем, что это такое. как мы можем сегодня накормленные, откормленные, одетые и обутые понять, что такое мученичество. Да никогда в жизни. Мы даже сегодня уже не способны понять, как жили христиане в советское время, когда не было Евангелия, когда не было молитва Слова. Когда нельзя было говорить о том, что ты верующий человек в Бога и Богу. Поэтому сегодня мы говорим вот об этом. Мы не поймем с вами, что такое мученичество. Нам сегодня говорят какое-то слово и то, мы уже готовы на одно слово сто сказать слово. Если кто-то нас обидел, так мы обидим в тысячу раз больше. Мы не можем простить, кто нас обидел кого-то. Поэтому сегодня мы говорим о мучениках. Вспомните Варвару и Катерину, вспомните других мучениц. Они кто-нибудь говорили о том, что Господи накажи тех, кто нас мучает? Нет, никогда этого не было. Кто был первый мученик? Сам Христос. И когда Христос был на Христе, с какими словами Он обращается к Отцу Небесному? Отче, не умени им во грех, ибо не ведают, что творят. Это Он говорил о тех, кто ему дал эти страдания на кресте. Конечно, не те, кто исполнитель был, а народ, который отрекся от Него, первосвященники, которые Его не признали, книжники, фарисеи и так далее. Он о них говорил. Не умени им во грех, ибо не ведают, что творят. Так и здесь все апостолы стали мучениками. Стефан первомучий. Что с ним вытворяли? Но он уже увидел, подняв Отче на небо, он увидел уже Христа, который утешал его. То же самое происходило и с Пантелеймоном. Христос явился ему и уже от него не отходил. Он ему пришел в образе его старца Ермолая, который к этому времени уже был замучен и лишен жизни. И Христос пришел в образе Ермолая, но Пантелеймон четко знал, что это Христос. Ну один эпизод только вам скажу, что с ним совершилось. Олова, олова разогрели до жидкого состояния и в это олова его, в этот чан большой, его опустили. Как? Нормально? В олова, которая кипела. Но явился Христос в образе учителя Ермолая. взял с ним, зашел в это олова и олова остыла. И когда император это увидел, он был потрясен. Еще скажу только об одном эпизоде. Пантелеймон предложил Максимилиану, говорит ему, пусть соберутся все твои врачи и пусть они обратятся к своим наставникам Зевсу и Скулапу. Принесите сюда самого больного человека. И понравилось то, что он сказал Максимилиану. И он сказал принесите. И принесли парализованного. Вы смотрите, что он проходит путь Христа. Христос исцелил парализованного, который 38 лет лежал у купели. И второго парализованного, которого четыре человека принесли Христу и положили ног его через крышу в Капернауме. А теперь смотрите, что совершается. Пантелеймон проходит тот же путь. Слепого исцелил. А теперь говорит, принесите парализованного. И когда принесли парализованного, он поступил так, как поступал Илья пророк. Илья пророк тоже предложил магам, колдунам, чародеям, чтобы они обращались к своим богам, чтобы боги их послали им огонь на жертвенник. Но они до вечера кололи себя, возбуждали, но их боги так их не услышали. А потом Илья пророк обратился к богу небесному, к отцу небесному, к творцу мира сего. И только обратился, и Господь послал огонь, который сжег даже камни, и воду, которую он три раза налил, знак в Пресвятой Троице. И когда народ это увидел, народ воскликнул «Жив Господь!» и уверовал снова в Господа на короткое время. Так и здесь, когда принесли расслабленного, когда принесли парализованного, вот эти врачи начали обращаться к своим покровителям, Зевсу, Искулапу и другим, стали применять все, что они способны применять, но человек как был парализован и так остался. И тогда Пантелимон обратился к Христу и попросил его, чтобы Христос совершил это действие. Чудо совершилось, и император увидел это чудо. Ему надо было бы уверовать, но совершилось то, что совершилось. видимо уже не было смысла оставлять Пантелимона на земле и Господь попустил ему кончину. Какая была кончина? Кончина была удивительная. С одной стороны страшная, а с другой стороны просто удивительная. Воины уверовали в него. Все люди уже уверовали в него. и вдруг им сказано было, что нужно совершить усекновение главы. Они уже видели, что за человек перед ними. Они уже уверовали в Господа, они уверовали в того, в кого верил Пантелимон. Но совершилось усекновение главы. Ну и последнее чудо. Когда совершилось усекновение главы Иоанна Крестителя, то все было так, как обычно. Кровь вылилась через усекновение главы. И когда апостол Павел, гражданин Рима, добровольно поставил свою голову под усекновение, тоже кровь пошла. Как прославил Пантелимона Господь. Когда усекновение главы совершилось Пантелимона, пошло молоко. А что означает молоко? Молоко мать кормит дитя. Теленок кормит своих, свое дитя. Козочка кормит своего козленочка. Молоко живительный напиток. Вот так Господь совершил такие чудеса над этим удивительным человеком Пантелимону. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. кормит 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 Продолжение следует...